Награды и премии. Это почетно и приятно. Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил награды за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества. Лауреатом этой премии стал Федеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах. И сегодня в студии программа «По существу» Николай Николаев, главный врач Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Николай Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Качество каких именно услуг, оказываемых вашим центром, столь высоко оценили? И сложно ли попасть было в конкурс? Мы занимаемся оказанием высокотехнологичной медицинской помощи по профилю травматологии, ортопедии и нейрохирургии. В частности, спинальной хирургии. Но, конечно же, оценка производилась комплексно. Не только оказание медицинской помощи, но и в целом, как мы взаимодействуем с нашими партнерами. И какую роль Центр играет в общественной жизни республики, нашего города. Вот этот увеситый доклад, здесь 85 страниц такого мелкого убористого текста, одиннадцатым шрифтом, 9 критериев, по которым необходимо было написать этот отчет. И даже хочу сказать, что вот изначально, когда мы в первый раз задумались об участии в этой премии, это было два года назад, и просмотрев те условия, которые выдвигаются для участников, мы отказались от этой идеи, потому что поняли, что мы не готовы. И в течение тринадцатого года провели достаточно большую серьезную работу, обучили персонал заново, посмотрели ту документацию, которая у нас имеется на местах. Ведь не просто иметь заполненные инструкции, надо, чтобы и наши сотрудники понимали, о чем идет речь. Надо, чтобы каждый сотрудник понимал, что такое система менеджмента качества, для чего она вводится в лечебное учреждение. И чтобы не было такого мнения, что нам навязывают что-то такое, что на нашей работе необязательно. Тем более, мы все прекрасно знаем, что перебороть сознание медицинских работников – это не так просто, поскольку сами по себе медицинские работники – они несколько консервативные люди. И вот довести до каждого сотрудника, что при помощи системы менеджмента качества мы можем добиться успеха, не только успеха лечебного, но и в большем смысле этого слова, и социального, и общественного, конечно, вот здесь нам пришлось поработать. А вообще, изначально, еще в 2011 году мы были сертифицированы стандарту ISO 9001, и как раз этот стандарт лег в основу участия в этом конкурсе. Центру эндопротезирования почти 6 лет. Сколько за это время было сделано операций, и какие инновационные разработки и методы были внедрены? Ну, наверное, когда мы начинали работать, все операции, проводимые в центре, были для того времени инновационными. Почему? Потому что ведь раньше ни эндопротезирования, ни крупных, ни мелких суставов, ни такие сложные операции на позвоночнике, ни сложные операции у детей, там, при коррекции, например, сколиотической деформации у нас в республике не проводились. Поэтому была проделана работа для того, чтобы подготовить высококлассный коллектив, для того, чтобы уровень профессиональных наших врачей и медицинских сестер был на уровне лучших лечебных европейских клиник. Вот, это была большая подготовительная работа. На сегодняшний день мы выполнили более 30 тысяч операций за неполных 6 лет, из них 27 тысяч из разряда высокотехнологичных. По сути дела, ликвидировали всю очередь, которая у нас была в нашей республике для наших жителей. Вот такая статистика, она может быть сухая, но за этими цифрами кроется судьба многих и многих жителей нашей республики. Свыше 7 тысяч пациентов были прооперены в нашем центре, это жители нашей республики только. Из них 5,5 тысячи мы выполнили эндопротезирование крупных суставов, то есть поставили на ноги, в прямом смысле этого слова. И есть даже у нас разные такие жизненные ситуации, когда человек приобрел там вторую жизнь, он женился, нашел себе новую работу, потом в жизни все у него сложилось хорошо, поэтому такое количество пациентов у нас их достаточно большое. Ваш центр известен как очень высокотехнологичное медицинское учреждение, оснащенное самым передовым оборудованием. Как удается поддерживать квалификацию врачей и медперсонала на соответствующем уровне? Ну, наверное, надо понимать, что современная медицина, она очень быстро развивается, и невозможно отследить основные тенденции, если обучаться только раз в 5 лет, как требует того законодательства здравоохранения. Поэтому как минимум 2-3 раза в год наши сотрудники выезжают на всевозможные обучающие курсы. Очень важно общение с коллегами из-за рубежа, чтобы понимать, на каком уровне мы находимся, что есть нового, например, среди разработок различных клиник. Поэтому мы как к себе приглашаем этих зарубежных специалистов, так и наши коллеги выступают на всевозможных международных форумах, и тем самым мы понимаем, в каком месте находимся, где необходимо нам подтянуться, и какие современные инновационные методики внедряются. Стоят ли они, так сказать, для того, чтобы мы дальше продолжили внедрять у себя в клинике, или же есть какие-то собственные разработки, которые нисколько не уступают. А такие на самом деле есть, поскольку вот только за последние 2-3 года докторами нашего центра было зарегистрировано 6 патентов на различные методики и методы лечения. Я считаю, что это, в общем-то, такой хороший результат. Вот как сильно центр вообще изменился за эти 6 лет? Ну, внешне, наверное, не очень, да. А внутренне, то, что касается, конечно, достаточно серьезно. Если в первый год работы мы сделали чуть больше 2 тысяч операций, то за прошлый год было пролечено рекордное количество пациентов, 6800 больных. И, конечно, мы изначально и сами даже не могли планировать, что на такое способны. И в течение вот этого года задумались над тем, чтобы создать еще одну операционную. Потому что в прямом смысле слова там врачи стоят в очередь для того, чтобы зайти в операционную, поработать. И, конечно же, это федеральная клиника, которая рассчитана не только для жителей нашей республики. И, к счастью, у нас сейчас, я уже сказал, да, очередность для наших пациентов ликвидирована. Поэтому основная часть пациентов к нам на сегодняшний день приезжает из других регионов. 80% больных – это жители совершенно разных регионов Российской Федерации. Где-то порядка 60 регионов, с которыми мы сотрудничаем. Конечно же, в большей степени это Приволжский федеральный округ. Но к нам приезжают там жители Калининградской области, из Камчатки, из Мурманска. Сейчас достаточно много заявок. Там, например, с Ямала, Ненецкого округа. То есть на сегодняшний день… Так издалека приезжают. В общем-то, это вполне нормально. И во всем мире пациенты стремятся получить качественную медицинскую помощь. И для этого готовы преодолеть даже такие расстояния. Вообще, какие планы на будущий центр? Что ждет центр в ближайшем будущем? Мы постоянно ставим перед собой задачу не останавливаться на достигнутом. Поэтому, конечно же, и у нас есть свои определенные планы. Частично я уже их раскрыл. Что хотим мы сделать новую операционную. В прошлом году мы создали одну из лучших, я считаю, у нас в Поволжье, бактериологической лаборатории. Благодаря чему, конечно, качество диагностики у нас во многом поднялось. Открыли новый рентген-кабинет. Внедрили новые методики реабилитационного лечения. Это тоже целое отдельное направление. Я считаю, что вот по этой специальности, по реабилитации, мы занимаем лидирующие позиции в Российской Федерации. Много тех методик, которые отрабатывались и внедрялись на территории нашей страны при помощи нашего центра. Вот эти планы у нас сохраняются. Ну и, конечно же, нужно задуматься над тем, чтобы готовить себе смену. Поэтому сотрудничество с нашим университетом, с подготовкой молодых специалистов также будет продолжаться. Мы ведем активную работу и по повышению квалификации наших практикующих врачей. Для этого проводим школы остеосинтеза, школы травматологов. Приглашаем сюда лучших специалистов нашей страны. То есть все мы это будем реализовывать, несмотря, может быть, на какие-то сейчас непростые времена. На самом деле все определяется, скажем так, тем желанием, что человек хочет сделать. Времена всегда они непростые, но сейчас я считаю, что они нисколько не мешают для реализации наших планов. Ну что ж, большое спасибо, Николай Станиславович, за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с главным врачом Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николаем Николаевым. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»